Гол Анны Тимофеевой Артем Вольвич и Игорь Кобзарь Гол Анны Тимофеевой В трех поселениях Березовского района обновят дворовые территории. Об этом во время онлайн-встречи губернатор Антоли Комаровой с жителями рассказал глава муниципалитета Владимир Фомин. Всего в рамках программы формирования комфортной городской среды здесь обновят 8 дворов. Одна из площадок находится в Саранпауле. Три в Игриме, еще четыре объекта в Березово. Например, за счет средств бюджета Югры и городского поселения Березово во дворах уложили асфальт, обустроили освещение, скамейки и урны. Мы находимся на нашем дворе Астрахан-155. Рады тому, что старые плиты, которые были кривые, заменили на асфальт. Теперь можно детям кататься на велосипеде и спокойно ездить на машинах. Главное, сделали современное освещение, дешевое, более дешевое. Поставили скамейки, урны, то есть благоустроили данную территорию. Хочу сказать, что плиты были уложены аж в 1975 году. То есть мы, конечно же, довольны. Югорские полицейские помогли семье из Ямала. На трассе в Октябрьском районе внимание госавтоинспекторов привлекла иномарка, которую мужчина и женщина пытались вытолкать из кювета. Оказалось, что жители соседнего региона вместе с двумя детьми возвращались из отпуска. Водитель находился за рулем более 10 часов, переутомился, съехал в кювет и пробил колесо. Ситуацию усложнило отсутствие сигнала сотовой связи. Сотрудники полиции доехали до ближайшей точки работы технологического транспорта и попросили о помощи грузовой автомобиль с манипулятором. Общими усилиями иномарку вернули на дорогу и отбуксировали ДСТО в поселке Таллинка. После семья смогла продолжить путь домой. В Сургуте запустят новую систему общественного транспорта. Соглашение о сотрудничестве накануне в Сколково подписал глава Сургута Андрей Филатов с компанией веб.рф. Так уже в феврале в Сургуте пересмотрят все маршруты, чтобы оценить загруженность каждого. Те, которые пользуются наименьшим спросом, будут ликвидированы в пользу направлений, где откровенно не хватает автобусов в часы пик. Кроме этого модернизируют и автопарк. Планируют закупить новые автобусы, более комфортные и теплые, с информационным таблой и встроенной системой электронной оплаты за проезд. Обновят помимо этого и автобусные остановки. Доработать еще в мэрии Сургута обещают и приложения по отслеживанию транспорта в режиме реального времени. Ожидается, что после такой масштабной реформы в городе появится единый транспортный перевозчик. В течение четырех месяцев мы со специалистами СВЭП работали в этом направлении. Многое проанализировано. И подошли уже к такому этапу, что да, есть над чем работать, есть как изменить ситуацию к лучшему. И уже сегодня зафиксировали практически уже в шагах действия. В ближайшее время город заключит контракт на исследование транспортной сетки. Курировать процесс комплексного обновления маршрутной сетки будет проектный офис веб.рф по развитию общественного транспорта. Группа компаний уже провела реновацию пассажирских перевозок в 50 городах России. Все предложения, составленные экспертами, стоит добавить, будут согласованы с жителями города. Проекты комплексного развития общественного транспорта, это очень-очень сложная вещь. Это так кажется, что, ну что это, ну ездят автобусы по улицам и все. На самом деле же, как я уже сказал, это вершина айсберга. На самом деле там очень-очень сложная работа и управленческая, и финансовая, и политическая в том числе. В Югре зарегистрировали 179 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших вновь в Сургуте. Здесь тесты показали положительные результаты еще у 36 человек. На втором месте антирейтинга, на этот раз, в Канты-Мансийск. В окружной столице 23 новых случая. В Нижневартовске 22. Еще в 17 муниципалитетах по 13 менее заболевших. На момент выявления инфекции у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 32 зафиксирована пневмония. Под наблюдением медиков находятся почти 13 тысяч угорчан. Коэффициент распространения инфекции на 0,07 ниже единицы. Состояние 143 пациентов врачи оценивают как тяжелое. 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом за сутки еще 185 человек победили коронавирус. Режим обязательной самоизоляции в Югорске и Советском продлен до 15 августа. Исключение составляют жители, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Такое постановление накануне подписала губернатор Наталья Комарова. Кроме того, в муниципалитете пока не будут работать кинотеатры и фитнес-центры. Напомню, до середины августа режим обязательной самоизоляции действует и в Урае. К слову, для покоя жителей многоквартирников в рабочие дни, в том числе в субботу, здесь не разрешается проводить ремонт. В Югре за поддельный ПЦР-тест вахтовик может поплатиться свободой. Жители Татарстана подозревают в приобретении и использовании ложных медицинских документов. Дважды при заселении в общежитие мужчина предъявлял справки о прохождении ПЦР-тестирования с признаками подделки. Специалисты направили документы в лабораторию, в которой они якобы выдавались. Медучреждение подтвердило, что результаты исследований не настоящие. Вахтовик признался, что справки на безвозмездной основе ему предоставил знакомый. Полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Югра вошла в топ-10 зеленого рейтинга Greenpeace. Организация считает, что именно региональные инициативы сыграют важнейшую роль в переходе России на зеленое развитие. Эксперты оценили три десятка территорий. Так, Югра разделила девятую строчку таблицы с республикой Коми, Приморским краем, Курской, Саратовской и Свердловской областями. Помимо рейтинга, Greenpeace составил интерактивную карту. С ее помощью можно дать оценку ситуации в масштабах государства и узнать, какие регионы являются лидерами. Отмечу, рейтинг был составлен в целях популяризации перехода на низкоуглеродное развитие. В регионе объявили конкурс на предоставление грантовой поддержки малому и среднему социальному предпринимательству. До 1 сентября югорчане могут подать документы в окружной департамент экономического развития. Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте ведомства. Отмечу, максимальный размер гранта не превышает 500 тысяч рублей на одного получателя. На фасадах сургутских многоэтажек художники изобразят карту древнего городища. Часть зданий планируют расписать уже в этом году. Иллюстрации появятся на домах по улице Ленина 49, 51, 53 и 55. Новые арт-объекты создадут в рамках проекта, который предложили инициативные сургутяне. Жители города поддержали активистов голосованием в программе «Бюджет Сургута онлайн». Управляющие компании, в свою очередь, пообещали восстанавливать картины на домах в случае повреждения их во время ремонтных работ. В переписи населения будут участвовать почти 700 сургутян. Сейчас в мэрии города только идет набор добровольцев, кто будет задействован во всероссийской переписи населения. Она стартует в октябре нынешнего года. Органы статистики уже готовятся к масштабному событию. Совсем скоро в город придут специальные планшеты с программным обеспечением для записи каждого гражданина. Принять участие в этом, кстати, может каждый и без помощи переписчиков, а через личный кабинет, на госуслугах и в многофункциональных центрах любого города. Ожидается, что почитать население страны удастся за месяц. Каждый переписчик будет иметь средства защиты, перчатки, повязки. В принципе, люди могут домой не пускать, можно и в коридоре, учитывая, так скажем, расстояние, которое рекомендовано полтора-два метра. Продолжение следует...